День Пирамоги сегодня святкуется в каждом куточке нашей области. По усюль яркими мероприемствами, которые объединяют людей, означают эту великую подею. На дне самых отметных святочных пляцовок Гомеля побывала наш корреспондент Марина Джалая. Валентина Ковалева сегодня означает сразу два святых День Пирамоги и свой 87-й День Народжения. Первая подея, кажа про слезы счастья Гомельшанка, для ее на шмат важнейшая. Кожный год обовязково, яким бы ни было здоровье, долучается до свята. Вот на этом стенде, яке размещене Поборск кинотеатром имя Калініна, фотоздымки я ее мужа и родных, яке пройши войну. Жанчина и сама ее добра в памяти. Все дороги войны, бомбежки, все было мною испытано. И поэтому самый главный на сегодняшний день праздник, всем праздникам праздник, это День Победы. У ГТЖ памятной галереи фотоздымок батьки директора кинотаура Миколая Страстенки. На этом стенде размещены фотографии наших родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Здесь есть фотографии и моего отца, который 18 лет был командиром взвода разведки. Победж с кинотеатром выстава военной ретро-техники. Фотоздымки победж с уникальными машинами робят сотни людей. Особливая увага – танку. Йон у коллекции военных историчного клубного объединения «Гонормундира» з'явился только селета. Нам очень приятно, что с каждым годом люди настолько более живо реагируют, потому что техника все эти 8 лет старая ремонтируется от парада до парада, а в параде она сегодня проявилась очень хорошо. Вся техника проехала, и для нас это на самом деле радость, как коллекционеров ретро-техники в первую очередь. Головно, что объеднуваясь сегодня гомельчан и гостей города удячность нашим проткам за великую перемогу. За то, что звездки об войне находятся только у истории и у вспоминных ветеранов. За то, что жахи войны – это далекое минулое, якое не повинно поториться снова. «Штурмовал Берлин, дошел до Эльбы, там с американцами черковались и встречали, понимаешь, день победы. Ну вот, никто не думал, что надо же дожить до этих пор. Как хорошо сейчас, представляете, сколько было сегодня народу». Об повазе до ветеранов сегодня кажут не только представники УЛАДы. Дякують проткам за перемогу и дети. «Подвиг наших дедов, прадедов, он не забывается. То, что мы уже на протяжении долгих лет, уже прошло очень много времени, но мы все равно помним этот подвиг. То, что дети выходят на улицу вместе с родителями, поздравляют ветеранов, поздравляют своих бабушек, дедушек. Ведь все косвенно участвовали в этой войне. Кто-то работал на заводе, а кто-то воевал. И поэтому мне очень радостно, что наш народ не забывает и все-таки поддерживает эту традицию». Сыны Гомельчанки Ирины Громовой Кирилл вучается только в первом классе. Мать завсюды приводит хлопчика на святкование с нагодой Дня Перамоги. Кажет, что он должен знать, про какие покуты под час войны прошел белорусский народ. «Мы с Кириллом обязательно ходим каждый год на этот праздник, подготавливаемся. Я ребенку рассказываю про историю нашу. Мы рады, конечно, что существует такой праздник». А кроме выставы ретротехники, удельники свята с нетерпливостью чекают и еще одну подею. «Вось место, которое обмянуть, ну просто немогчимо. Тут же остаются с оправданной солдатской кашей. Поспробовать ее небыто наимгнение, а чуть принадлежность до героичного шляха наших воинов, которые провели наш народ до перемоги». Наступная пляцовка, отколь гучить патриотичная музыка, неподалек, на улице Ланге. Тут прошло урочистое открытие свята за делом лепших творчих коллектива Угомеля. «А те, кто лечил и учил жить дальше, а те, кто в космос нам путь указал, а вас нам расскажут в миру молчание в полях. Под ветрами травы дыхание. Вы снова рядом, и даже года бессильны сражаться с вами, герои мои. Вроде бы сможет распета, и сказано все о них, и каждый достоин. Но от чего-то мой голос прожил, ты звездой звенит всегда. Шматлюдно, весело и текаво у сквера и мягромыки побольше с нашей телерадой компании. Тут и коллекционеры со своими уникальными историческими артефактами и город-майстру. По коль мы проводили видосдымки, до нас раз по раз подходили люди со своими текавыми историями о прудках, которые прошли шляхами войны. «Я очень уважаю этот праздник, потому что мой прадедушка прошел весь фронт. Для меня это честь знать, что у меня мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне». «Праздник очень понравился, встретили много знакомых старых, очень много людей, очень много радости и улыбок». После таких святых у сердца умоцовывается думка об тем, какой великой, переможной силой володает наш народ. Мы все разные, али объединенные одной на всех марой жить в мирной краине. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадеокомпанія «Гомель».